Приехать на фабрику самостоятельно или отправить, например, на эту фабрику своего менеджера, который приедет непонятно с кем, непонятно, как вас заведет на эту фабрику, то есть либо агент, то есть непонятно. Вы приходите, ставите метку на карту, именно ваш менеджер, вы просите встретиться с боссом, рассказывайте им о ваших больших объемах. Ну, как китайцы тоже шутят с этого, сначала дай одну штуку мне по оптовой цене, а потом контейнер. Китайцы смеются всегда с этого. Все по одной схеме работают, но она все равно работает. Большими объемами рассказывайте, что вам нужно пообщаться с их боссом, с Лаубаном. Ваш менеджер с ним встречается, знакомится, что это точно он, узнает его и, соответственно, берет его контакт. Но не факт, что еще вы с ним встретитесь, потом возвращаетесь. Это если без документов каких-то просто, то есть ставит точку, потом вы возвращаетесь, находите этого человека и уже начинаете вести коммуникацию. Тут в чем прикол. Если даже вы придете, скажете, а там приходил мой менеджер, попытаетесь вот эти 10% заложенных как-то сбить, будет сложновато, потому что у них есть, ну, то есть потом этот китаец везде расскажет, что эта фабрика там не дает 10%, и он потеряет сильно больше. Поэтому лучше вот зайти, чтобы без никого каким-то образом, и тогда вы сможете вот эти 10% оставить себе.